Привет, друзья! Сегодня очередные основы. Будем варить куриный бульон, который часто необходим для приготовления многих блюд. Супов, соусов, ризотто, пасты, многого другого. В общем, бульон это штука полезная, его всегда можно заморозить, хранить в морозилке и использовать, когда понадобится. Для приготовления куриного бульона я никогда не использую целую курицу. Как бы странно это ни звучало, я вообще курицу как таковую не использую. Нет, я не варю бульон из голубей, я варю бульон из костей. Я, например, очень люблю куриные грудки и всегда покупаю в неразделанном виде, сам срезаю филе, а кость отправляю в морозилку, и вот когда у меня накапливается достаточно большая часть этих самых костей, варю бульон. Делать я так стал достаточно давно, и не только потому, что уже в том возрасте, когда люди все чаще задумываются об экономии. Не только поэтому из костей действительно получается очень вкусный и качественный бульон. Конечно, можно просто купить в магазине какой-нибудь суповой набор, все те же самые кости. Но ведь если вы все равно едите грудки, едите курицу, купите ее целиком, разделайте сами, это в результате выйдет и дешевле, и кости для бульона останутся. Бульон из костей, оставшихся от куриных грудок, мне нравится еще и потому, что он получается совсем нежирным. Можно также использовать и хребет, оставшийся от целой разделанной курицы, а если хочется бульон понаваристее, можно в кастрюлю к костям отправить и целый окорочок. Сам процесс приготовления совсем несложный, потребует совсем чуть-чуть вашего внимания и чуть больше времени. Прямо не размораживая, помещаем все кости в глубокую кастрюлю и заливаем очень холодной водой. Вода должна быть именно холодной, не теплой и уж совсем ни в коем случае не горячей. Кстати, от качества воды тоже очень зависит результат, поэтому лучше брать фильтрованную или вообще бутилированную. Включаем средний огонь и оставляем воду закипать. Тем временем не бездельничаем, а занимаемся овощами. Морковь чистим и нарезаем достаточно крупно. Также крупно нарезаем и сельдерей. Репчатый лук чистим и просто нарезаем на четвертинки. Лук-порей нужно хорошо промыть и также нарезать. Чеснок раздавливаем, также очищаем и оставляем, не нарезая. Для приготовления по-настоящему вкусного бульона, кроме овощей, нам понадобятся всевозможные ароматные приправы. А для того, чтобы отправлять их в бульон, я буду пользоваться вот таким маленьким льняным мешочком. В последнее время я использую часто такие мешочки как раз для того, чтобы отправить в какой-нибудь бульон или суп всевозможные травы, приправы. Это очень удобно для того, чтобы потом их из супа или бульона не вылавливать. Во многих видеорецептах вы уже могли видеть так называемый букет гарни. Так вот, приправы в таком мешочке называются саше гарни. Еще очень большой плюс такого мешочка, он многоразовый. Его можно просто хорошо постирать и использовать заново. Такие мешочки я купил в одном неместном кулинарном магазине, но можно легко шить такие самостоятельно или попросить маму или бабушку. Помещаем в мешочек лавровый лист, несколько горошин душистого перца. По желанию можно добавить несколько палочек гвоздики, горошины черного перца и немного тимьяна. Его можно добавить как в свежем, так и в сушеном виде. Крепко мешочек завязываем и откладываем в сторону, он нам понадобится чуть позже. Пора вернуться к кастрюле. Наступает момент, когда бульон потребует максимум нашего внимания. Момент закипания. Вода становится мутной, а на поверхность начинают подниматься неприглядного вида белые частицы. Ничего страшного в них нет. Это всего лишь свернувшийся белок. Можно было бы оставить все и так, но если все эти частицы не удалить, не снять с поверхности, бульон в результате получится мутным и некрасивым. Поэтому берем ложку и тщательно все это снимаем. Это нужно делать именно в момент закипания. Максимальное количество белой пены появится в тот момент, когда бульон начнет кипеть. Эту пену также нужно очень быстро и тщательно снять. Если всего этого не сделать вовремя, вся эта белая некрасивость от кипения снова распадется на мелкие частицы и прозрачность бульона уже не спасти. Удалив с поверхности всю пену, добавляем в кастрюлю овощи. И снова доводим до кипения. При необходимости также снимаем пену и добавляем соль. Вот тут нужно быть очень аккуратным. Бульон будет вариться долго, жидкость будет испаряться. Если вы добавите сразу все количество соли, в результате бульон может оказаться пересоленным. Поэтому добавляйте немного в начале. Соль поможет выделиться ароматическим веществам из продуктов. И в конце уже просто досолите по вкусу. Закрываем бульон крышкой и оставляем вариться на слабом-слабом огне в течение двух часов. Затем добавляем саше гарни, наш мешочек с приправами. Помещаем его куда-нибудь вглубь. Снова накрываем крышкой и варим еще минут 45. Готовый бульон нужно хорошо процедить через мелкий дуршлаг или даже сито. Можно использовать сразу, а можно остудить, разлить по контейнерам и отправить в морозилку для того, чтобы использовать, когда понадобится. Подробный рецепт приготовления куриного бульона вы, как всегда, сможете найти в блоге. Ссылку найдете под видео. Там же список ингредиентов и ссылки на другие рецепты, для которых этот бульон может пригодиться. С вами был Саша, Кукин Тайм. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!